на ремонте газонокосинка bosch rotak 32 с основной неисправностью электродвигателя это когда чистачиваются зубья на шкиве сейчас покажу как можно решить такие проблемы для начала конечно разбираем здесь уже в принципе все подготовлено к разборке стоит он уже давно потому что считается что это не нерешаемая проблема в общем то натяжитель отдельно ремень плюс-минус целый но если снять вот таким образом по часовой стрелке то можно увидеть что шкив полностью зубчатый шкив под вот такой зубчатый ремень полностью вышел из строя и уже не представляется возможным с ним работать что можно сделать в принципе так как он стоял давно то нужно проверить проводку на влажность может быть просушить стоит и уже шелестит здесь подшипник верхний нужно его поменять начнем с того что разберем электродвигатель и поменяем верхний подшипник нижний сложно потому что вот этот шкив он не как бы не съемный вместе с крыльчаткой что нужно сделать нужно будет срезать эту часть и поставить сюда новый шкив чем мы и займемся но для начала нужно разобрать если есть необходимость просушить электроработку проводку катушки просушить и поменять если все в порядке с катушками и он работает поменять подшипник и ставим шкив и так это будет рабочая газонокосилка единственное что так как она в общем-то долго стояла нужно еще посмотреть подшипник он не телепается но все равно посмотреть его нужно при необходимости заменить на хорошие японские для того чтобы разобрать электродвигатель проверить его тут крышку принципе не обязательно снимать отсоединяем пружины которые крепят которые натягивают щетки будут будет мешать снять отсоединяем отсоединяем пружины откручиваем бываем 4 винта и в принципе в общем и вынимаем корпус подшипника подшипник в не очень хорошем состоянии ну и в том числе и катушки вынимаем теперь можем посмотреть состояние катушек прозвонить сам ротор состояние внутреннего подшипника но приемлемая сейчас прозвоним на каждой из ламели для того чтобы сравнить сопротивление как это делать ставим на прозвонку или ставим на 200 он будет видно и шаг за шагом друг возле друга звоним ну вот показывает почти 0 если поставим вот так на прозвонку тоже 1 и так значит 1 и 3 1 и 4 ома следующие 1 08 если сильнее прижимаю то 08 снова 08 следующие снова 08 ну и так идем по кругу если 08 все должны быть 08 если потом попадется какое-то другое сопротивление то это уже проблема ну и сейчас я иду по кругу проверяю все и так я проверил весь ротор по кругу все одинаковое приблизительно 0 0 0 0 8 0 9 теперь нужно проверить катушку здесь две катушки видно что контакт одна катушка выход контакт щетка и тут щетка контакт проверяем первую катушку на сопротивление 2 и 5 2 и 4 ома видно так теперь проверяем вторую катушку сопротивление 2 и 5 2 4 ома значит по сути дела виткового замыкания нет единственное что сейчас проверю еще на сырость потому что стоял лежал ну под открытым небом можно так сказать газонокосилка и тут нужно проверить между контактом и землей нет ли не прошивается ли по сырости проверяется с помощью отдельного прибора то есть вот так вот просто взять и проверить допустим вы ставите там 20 мигом и проверяете на корпус это 0 4 мигом хотя это через меня может проходить на это было через меня вот так не считается почему потому что это при сопротивление при напряжении 9 вольт не считается для проверки существует специальный прибор называется он мегаомметр он проверяет при напряжении 1000 вольт и вот тогда уже совсем другое дело тогда можно определить а действительно ли просушена проводка должно быть хотя бы 100 мигом ну или около того больше 50 мигом должно быть сейчас подключу все и будем проверять не знаю как мы попробуем ну что же постараюсь вам показать как это делать это стандартный мигометр поставил на 1000 вольт значит если стрелка упадет до нуля это короткое замыкание здесь бесконечность ну и вот приблизительно уже по второй шкале по первой шкале 100 мигом где-то вот здесь поэтому ставим на какую-то цепь на какую-то катушку и корпус и нажимаем кнопку ну где-то 5 мигом ставим на вторую катушку где-то ну вот и там и там не доходит до 3 мигом до 5 около 3 мигом это мало ложим на солнышко или подключаем к низкому напряжению там 12-24 вольта я часто сушу с помощью зарядное устройство для автомобиля подключаю и он там себе потихонечку нагревает катушку и просушивает сюда внутрь попала влага потому что я уже говорил само устройство и как бы я проверял вроде бы нормально а включишь в розетку он перегреется и сгорит поэтому сначала просушиваем а потом уже занимаемся всем остальным ну а сейчас я хочу посмотреть показать вам как я проверил ротор если поставить на мультиметр на мигом и 20 мигом я поставил то смотрите ну показывает абсолютно хорошую проводку больше 20 мигом если же поставить на мигометр вот смотрите я ставлю и нажимаю кнопку показывает ноль абсолютно замкнутый при большом напряжении а вы же включаете не на 9 вольт в 220 включите и вот вам пожалуйста задымится электродвигатель поэтому не пренебрегайте необходимостью проверять на сырость электродвигатели иногда расскажу вам секрет если двигатель стоял например в каком-то помещении и вы его не включали всю зиму весной если это ну там допустим электродвигатель большой асинхронный на 220 вольт крышку снимаешь оттуда вода вытекает как она туда попадает это отдельная история с помощью конденсации но неважно может вытечь целое количество воды и он там сырой поэтому прежде чем включать важно просушивать все электродвигатели а это устройство лежало на улице под открытым небом сушка и затем продолжаем работать над ним этап решение проблемы шкива это срезаем старый старую шестерню шкива зубьями просто зажимаем и проворачиваем рукой или там можно включить пусть крутится и аккуратненько болгарочкой не зацепляя вал получилось у меня в общем то даже не зацепить нигде было аккуратненько снимаем теперь когда включу чтобы было вот здесь абсолютно ровно я включу двигатель и напильником здесь подработаю ну а сейчас первый этап есть после того как подработаю напильником буду нарезать уже здесь резьбу для того чтобы надеть другой шкив вот так я вычистил ровную пластин ровную поверхность для того чтобы здесь поставить пластину металлическую ровно и буду нарезать здесь теперь резьбу и ставить плашку или лерку кто-то называет значит как я это сделал просто подключил к зарядному устройству если включаю на 12 вольт зарядное устройство включая на 12 вольт у меня вот таким образом идет вращение немножко слабовато но если включаю на 24 подвижение очень хорошее аккуратненько напильником сначала я болгаркой подтилил при вращении снял саму шестерню а потом с помощью напильника хорошо обработал здесь ровно поверхность принципе она ровно все теперь буду устанавливать так импровизированный шкив плашка на 10 стандартная обыкновенная резьба как раз нужно именно правую как обычно разберу с той стороны вал зажму птицки и нарежу аккуратненько так чтобы она туда до конца стала не все на этом в общем то и заключается технологическое изменение тут еще необходимо было бы и с этой стороны пластину ограничивающую поставить чтобы и в эту сторону не уходил ну здесь вот пластину может быть несколькими прихватками я это сделаю скорее всего в пластине просверлю отверстие прихвачу для того чтобы ремень не уезжал в сторону ну вот так можно полностью восстановить неработающую газонокосилку разбираю и начинаю нарезать резьбу вот так я подключил к зарядному устройству полярность без разницы зацепил заклинил крыльчатку тряпочкой чтобы она не вращалась потому что наглым образом даже при 12 вольтах вращается и собственно из-за этого охлаждает он немножко так гудит чуть-чуть вибрация идет но сильно нагружать не нужно на минимум поставим или так почти на минимум я поставил у меня регулируется ток обмотки теплые нужно просто контролировать чтобы были обмотки теплые все этого достаточно я подключил полностью собранном и тогда ток проходит и через обмотки и через обмотки статора и через обмотки ротора ну все теперь они нагреваются и какое-то время я включал с вращающимся шкивом поработал час проверил сопротивление еще около 1 мегома а нужно хотя бы 50 лучше 100 ну и продолжаем сушить немножко теплый градусов 35 может быть 40 даже если будет горячеватый тоже нормально все ждем пока какое-то время пройдет и снова будем мерять мегометром сопротивление разбираем после разборки электродвигателя зажимаем тиски через прокладочку какую-нибудь и тряпку взял значит и теперь установил зажим плашку нарезаем резьбу нарезается очень просто само залазит плашка на 10 значит есть два нюанса во первых так как мы зажали за железо они завал завал не получается там подшипник снимать пришлось бы подшипник то много нарезать нельзя немного нарезали назад немного нарезали назад чтобы не провернуть обмотки на пластике держится может провернуть это первое второй нюанс нужно проверять действительно ли соосно не под углом ли вы нарезаете плашка стоит ровно или не это очень важно потому что если если плашка будет не ровно а косо то будет съезжать этот самый ремень пока вы только еще в начале его можно туда сюда двигать и поэтому ну уж постарайтесь нарезать более-менее ровно немножко нарезали смотрите 90 градусов или нет дальше вот сейчас я могу так вот крутить никуда ли не она не бегает ли так ну и в принципе смотрите ровно или неровно если все если вы думаете что ровно значит идем дальше и нарезаем до конца ну а потом уже решим с ограничивающими шайбами резьба нарезана в принципе это уже все рабочая конструкция единственное что я хотел бы и сюда и сюда здесь немножко бортик пластиковый есть но ремень может стачивать пластик а если я поставлю сюда металлическую шайбу такую из тонкого металла которая была бы бортиком для ремня то он не будет уходить ни сюда ни туда и так на дольше ремня хватит поэтому теперь подыскиваю такой материал чтобы он был и тонкий можно было прихватить сваркой и или винтами я подумаю может быть винтом скорее всего сваркой и достаточно жесткий чтобы его не гнуло подберу какой-то материал и на этом будет закончен ремонт продолжаю установку шкива я вырезал две шайбы одну подложил сюда внутрь как видите она очень неровная приблизительно такие же края просто вырезал или из листа тонкого металла это около 1 миллиметра 1 миллиметр толщина это может быть обыкновенный металл или ну в данный момент у меня нержавейка туда под плашку подложил она выступает но неровные края с этой стороны я хочу вот специально просверлил отверстие для того чтобы потом здесь прихватить сваркой слегка вот так вот подложу и вот тут через отверстие кап 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 сварочкой а уже как когда я приварю тогда включи воно будет вращаться и я аккуратно сниму поставлю на прицеплю на стол и покажу как я буду с помощью болгарка она будет в одну сторону вращаться и болгаркой почищу так чтобы были но сбалансировано ровные края были у этих шайб ну а пока сейчас теперь уже собираю в обратной последовательности для того чтобы уже можно было его включить и работать с ним ну так я зажал для того чтобы подвориться как я говорил я через отверстие привариваюсь к плашке вот так вот три уже получилось после каждой я даю остыть поливаю водой чтобы не расплавить пластик ну и сейчас снова здесь следующую подворю и начну обтачивать обтачивать с вращением получится как вот та внутренняя и уже сделал как это буду делать покажу так шаг за шагом уже приближается к концу что же вот так установил я электродвигатель для того чтобы обработать теперь последнюю уже часть одна сторона обработана сейчас буду устанавливать так болгарку когда я упираю чтобы он в руках не тряслась и вот упер и теперь буду аккуратненько так подводить для того чтобы край подрезать проверил вращается на в ту сторону значит круг будет навстречу вращаться все правильно и подрежу и вот вот эти сопли которые остались от сварки немного не 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 вщердь а так чтобы они просто не выступали и дисбаланс не создавали ну и вот эту пластину тоже до уровня этой для того чтобы был бортик и не не спадал ремень включая электродвигатель и теперь начинаем сливать и 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 Продолжение следует... 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 проверка подшипников на вторичном вале но это все дальше приступаем к теперь к решению проблемы с ведомым вторичным валом вторичным шкивом когда крутится шелестит нужно или обслужить или поменять подшипники нужно проверить и открутил уже нож и снял вот эту пластиковую защиту туго выходит но ковырять отверткой она выходит и теперь нужно просто выбить вал в ту сторону попробую сначала алюминиевым молотком идет и алюминиевым уже уперся теперь я немножко кручу болт для того чтобы дальше туда его продвинуть для чего мы это сделаем у нас теперь доступ обоим подшипникам проверяем какой из них но вот этот очень тарахтив этот неплохо может быть потому что смазки нет сейчас нужно вскрыть посмотреть возможно если смазать то будет все нормально значит фирма производитель этого подшипника элевка что-то неизвестная мне фирма или в принципе этот наверное таки я оставлю смажу и оставлю он в неплохом состоянии или смажу или заменю сейчас я вскрою сепаратор скрою защиту и посмотрю в каком они состоянии будут лежать дальше так как подшипники в принципе в нормальном состоянии никакого люфта нет я решил их оставить только смазать смазать в принципе это просто просто здесь резиновая резиновая защита подковырнул ну и теперь просто нужно заложить туда немного очень важно немного потому что иначе оттуда будет выдавливать смазку заложить я ложу допустим смазку шрус ну а вот этой смазкой высоко проникающей я сюда вставляю пшикает для того чтобы она просто немножко его там растворила он потом растворить или испариться а внутри а смазка пройдет немножко дальше и она там останется собственно все заложил оно там само распределиться шарики разнесут куда надо и ставим на место собственно это все и теперь собираем на место вставляем и собираем уже теперь вместе с ремнем что из этого получилось больше роток 32 полностью восстановлен работает отлично сейчас покажу вопросов не возникает с ним режет хорошо вот так нарезает можно там регулировать высоту вот срезанный вот не срезанный и так вы увидели как можно восстановить изначально плохо сделанный bosch роток с пластиковыми шестернями которые можно заменить на хорошо работающую металлическую подписывайтесь на канал сможете увидеть как ремонтировать не только такую технику но и другую бытовую электроинструмент все это сможете увидеть на моем канале всего доброго увидимся на канале